здравствуйте друзья маленький элемент который в принципе не то что так нельзя такого можно нельзя знать как в боксе не бывает прокатило не прокатило но мы с вами разбираем и то что я вам предлагаю наиболее эффективное использование разных своих частей тела да в данном случае та же как и ног и вот ваше положение ног оно подразумевает определенное что условия для сохранения равновесия положение для сохранения равновесия ну кто у нас оскар далахой посмотрите как он боксировал на олимпийском ринге такой здесь вообще классика да стал боксировать профессионалах по профи ярко выраженная нога почему так нельзя но можно честно чемпион мира нифига себе как так нельзя если он так делал но мы же не говорим что можно что нельзя мы говорим как возможно и зачем был вопрос почему нельзя разворачивать переднюю ногу да можно но вот эти два сустава которые у вас присутствуют между нами говорят да такой коленный сустав и сустав голеностопа они сгибаются то бишь прямой ногой вот в этом положении удержать себя вы не можете вот безвыходно будет гнуться нога прямо и когда вы ее ставите именно полубоком а это мало вам дает мало того что вам дает возможность иметь полуфронтальное положение для корпуса разгон массы вращение есть амплитуда есть на что разворачиваться то даже хоккеисты тормозят видели да горнолыжники тоже не вот так тормозят поэтому нога когда вы ставится полубоком здесь коленный сустав и голеностоп они сюда не работают тогда они дают вам возможность удержать свою массу при ударном движении при шаговом движении при такой ноге очень сложно себя вытолкнуть и вторая ситуация когда у вас нога стоит полубоком то как его фронтальном положении носок вашей ноги и находится под плечом и вы поднимая ногу не валитесь никуда у вас не происходит переноса вес тела то бишь вы для противника при шаговом движении не идете головой вперед раньше чем ваша нога коснулась пола то есть вытолкнула ваш как вариант сильный удар падающий удар на переднюю ногу возможность пробить максимально на одноименной ноге жесткость полу появляется и вторая ситуация то что ваш кулак при этом идет не раньше чем ваша голова потому что вы поставив ногу вот таким образом пойдете головой вперед а кулак еще не пошел вашу голову уже начнут бить либо убегут уже а кулак еще не дошел именно это положение ноги боком дает вам равновесие вам дает устойчивость и возможность не валиться на переднюю ногу то есть за вашу скажем так границу ваша опора вот так и маленькое положение позволяет вам более эффективно наносить удар сохраняя равновесие использование свою массу инерцию в ударных движениях особенно и при задней руина руке тоже нога не развернулась у вас впереди нет опоры при этом положении при этом положении вас впереди вот такой квадрат воображаемая линия сказать площадь опоры ваш развернулась передняя нога у вас впереди оказался всего лишь точка одна она вас не удержит вот эти момент вот этот момент существует зная его вы можете это использовать до встречи пользуйтесь